Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на моем канале. Сегодня мы начинаем делать наш маленький полюдариум, который я купила в зоомагазине. Сначала мы обезжириваем поверхность, будем отклеивать его пеноплексом. Пеноплекс мы разрезали пополам, потому что он слишком толстый, тонкого нет такого. И вот мы, получается, промазываем аквариумным силиконом и сейчас склеим заднюю стенку. Вот так вот потихонечку, каждую плиточку обрезанную мы проклеиваем. Так как полюдариум очень маленький и хочется как можно больше места отделить и в водной части, мы решили сделать без водопада. Получается, обклеим заднюю стенку и немного боковых. Обклеим камушками, сделаем такие вот полочки для крабиков, где будет лежать торф, верховой нейтральный торф, без всяких добавок. Потому что крабики торфоеды и им нужен именно натуральный, без удобрений торф. Вот так вот. Верхнюю часть я решила обклеить кокосовой стружкой. Но это все покажу. Это задняя стенка и боковая у нас так будет сделана. Вот чем мы сейчас, в принципе, занимаемся. Теперь, когда мы обклеили заднюю стенку, проходимся аквариумным прозрачным силиконом по периметру. То есть мы завазываем все щели, чтобы влага не попадала под стекло. Вот так вот. То есть абсолютно все и даже где вот есть щелочки между, получается, пластинками. А это мы уже клеим боковые стенки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... закончили проклейку задней стенки все высохло наклеили несколько полочек вот они идут они тоже уже просохли все на аквариумный силикон вот так вот то есть вот эта полочка и будет идти чуть выше уровня воды это полочка будет и чуть чуть ниже я эти полочки сделала для крабиков чтобы они там забирались и там у каждого своя будет зона так сказать то есть я это все сейчас буду обкладывать камушками вот заднюю вот эту стенку полки эти тоже обложу и внутрь получается внутри вот этих полочек будут будет лежать верховой торф нейтральный потому что крабики торфоеды вот так они будут жить в общем пока это выглядит вот так так сейчас закончила обклейку я задней стенке и это все не снимаю потому что мне неудобно будет снимать именно как я обклеивала это все сейчас я покажу поближе что это за камни это обычная щебенка вот так видно было вот мелкая щебенка которую я собрала на улице промыла прокипятила полчаса она высохла и сажу на черный силикон вот мой пистолет работаю в перчатках ну как видите да грязная работа здесь значит будет тоже на силикон только кокосовой стружкой эти сверху по бокам сейчас вот стенку заднюю сделала дальше на силикон черный чтобы было видно я промазала и не с черным силиконом просто для цвета чтоб не оранжевая было сейчас конечно это смотрится очень так грязно некрасиво потом что-то будет отмываться там ко мне в общем вот такие у меня сейчас грязная работа сейчас начну боковую стенку одну клеить перевирать поворачивать полюдариум и проклеивать боковушку в общем вот так работа кипит обклеила я полюдариум свой на этом за грязными работами закончена сейчас покажу видите на силикон на черный вложила как это точно называется кокосовая стружка это не кокосовое волокно кокосовая стружка именно выкладывала и боковушки тоже обклеила щебенкой здесь сделала видите как камушки больше места вот так для чего буду землю ложить чтоб она не высыпалась крабики будут ползать буду ложить так чтоб она не просыпалась на дно земля в общем выглядит вот так все работаете закончены буду мыть аквариум ложить светлый грунт значит видите пространство в принципе водной части так показать место много видите вот для крабиков будет ну полюдариум маленький поэтому нужно место найти на сухую часть и на водную вот так сбоку примерно вот так вот смотрится все такие вот дела так выглядит сейчас мой полюдариум но опять же я не снимала как я клеила потому что мне было бы неудобно и снимать и клеить это все все идет на аквариум нам черном силиконе у меня вот